Ой, ты тише, я же сплю! Средство сон, не считай вечер, спит. Биологически эффективная добавка не является непростым на свете. Этого я ещё не слышала. Рекламная служба Эхо Москвы. Если бы вы могли задать вопрос Камугу, Владимиру Петру, Павел, Петру Порошенко и даже Алле Кубачеву, вообразите, что Эхо Москвы будет предоставлять вам такую возможность. Теперь каждую неделю в среду мы будем выбирать для вас цель, а вы можете задать кому или ей любой каверзный вопрос. И он или она будут обязаны ответить и без купюр. Итак, запоминайте, в среду вы задаёте вопросы. В пятницу у вас уже были ответы и без купюр на сайте Эхо Москвы. Эхо Москвы. События и комментарии. Эту программу транслирует компания «Сетивизор». Радио Эхо Москвы и компания «РТВА» представляют программу «Особое мнение». Эта программа «Особое мнение». С вами Леся Рядцева. Здравствуйте. У меня сегодня в гостях журналист Антон Красовский. Здравствуй. Здравствуйте. Леся. Леся. Хорошо, выбрали. Уже познакомились с тем, кто напротив сидит. Это хорошо. Давай начнём с темы фонда династии, которая нас не отпускает уже вторую неделю, если не ошибаюсь. Минюз не собирается, продолжает не собираться исключать фонд династии из реестра иностранных агентов. Объясни мне, пожалуйста, зачем это делается? Зачем власть, в принципе, душит ту структуру, которая ей как бы помогает? Ну, власти фонд династии, безусловно, не помогает. Власти фонд династии, вне всякого сомнения, мешает, потому что фонд династия единственная частная некоммерческая организация, которая помогает, в общем, не очень провластным СМИ. В том числе, помимо учёных молодых, которые... Я вот честно говоря, смотри, я же не работаю в «Сколковой», и ты тоже не работаешь в «Сколковой». Слава Богу. Я журналист, и я знаю, кому помогают зимины среди моих коллег. Я понимаю, что это и «Дождь», я понимаю, что это... Нью Таймс. Нью Таймс, и Псковская газета, и там Томская телевидение, то есть все вот эти люди, которым так или иначе власть чего-то запрещает делать. Поэтому было бы странно, если бы власть сейчас пыталась помочь фонду династия. Видимо, там есть какие-то формальные причины, да, они были описаны, что вот там Зимин переводит деньги из-за границы, переводит их сюда, и поэтому... Сам себе причём. Поэтому считается, что это иностранный агент. Вообще, мне кажется, вообще само понятие иностранный агент, ну, как-то глупо обсуждать, вот как неугодная организация. Ну, может, им пора уже придумать, да, власти что-нибудь другое? Аж нет, они с удовольствием придумывают, безусловно, что-нибудь другое через месяц. Ну, ничего, всё впереди у них сейчас, летом они отдохнут, уйдут в отпуск, съездят в Портофино, на лодочках встретятся, выпьют шампусику хорошего, нормального, всё, придумывают что-нибудь... И найдут другие фоны. Да, к осени у нас будет что-то новое, не расслабляйтесь, друзья мои, точно. Слушай, а учёные решили ответить на это всё митингом? Вообще, как он поможет помочь? Зачем митинг-то в этой истории? Ну, слушайте, люди должны выходить на улицу, это нормально. Это понятное дело, мы с тобой тоже выходили. Да, если учёных не будут разгонять водомётами, и то хорошо. Если учёных не заметят, а, скорее всего, так именно и будет, то, ну, как бы, что я могу сказать? Люди должны высказывать свою точку зрения, безусловно. Чем больше людей будут высказывать свою точку зрения, и чем больше альтернатив разных точек зрения будет, тем лучше. Да, я как раз считаю, что прекрасно, что эти учёные выйдут. Может, это какое-то будет объединение этих учёных, и очень будет полезно. Против власти, что ли, объединения, или что? А это не имеет значения, потому что против власти, за власть. Ничего плохого в том, чтобы объединиться против какой-то власти, нет. Вообще, против какой-то большой бессмысленной силы, нет. Оппозиция при этом в лице Алексея Навального считает, что... Кстати, у которого день рождения. Поздравим, Алексея Анатольевича, с 39-летием. Поздравили, всё, хватит. Так вот, он говорит, что... Ты не любишь Алексея Анатольевича почему-то? Ну, потом с тобой поговорим об этом. Я хочу всё-таки про митинг. Он говорит, что в защиту науки и против невежества нужно выходить на улицу. Я не очень понимаю, да, оппозиция помогает учёным, которые выступают против власти, которые закрывают фонд «Земена». Почему? А что ты не понимаешь? Вот есть фонд «Земена», который финансирует большое количество действительно правильных начинаний. А большая часть из этих правильных начинаний так или иначе оппозиционная. Ну, насколько можно говорить сейчас об оппозиции в Российской Федерации. Очевидно, что Алексей Анатольевич это поддерживает. А кого он должен, прости, поддерживать? Он что, должен министр внутренних дел, что ли, поддерживать? Сам себя. Ну, что о выборах думать? Нет, ну что же, что он думает. Вот он думает о каких-то приличных людях, которые что-то пытаются делать в этой стране при всех сложившихся и складывающихся ещё обстоятельствах, которые ещё сложатся, как я говорю. То есть учёный – это его электорат, что ли? Ну, конечно. А чей он электорат, по-твоему? Путина, что ли? А чей? Ну как, безусловно, конечно. Это как раз абсолютно очевидно. В принципе, безусловно. Другое дело, что у него нет никакого электората, потому что никто не даст за него голосовать. А он не может идти на выборы? Смотри, даже если он может идти на выборы, не может идти на выборы, это как бы отдельная вообще тема, вот эта коалиция оппозиции, что с ней будет, как она пойдёт на эти выборы, и что ей дадут вообще на этих выборах сделать. Это второй вопрос. Но то, что, безусловно, люди с высшим образованием и учёными степенями – это их целевая группа, по-моему, это абсолютно глупо обсуждать. Это ты без учёной степени, а ты на митинг пойдёшь? Нет. Потому что нет учёной степени, или почему? Ну, я вообще не хожу на такие как бы митинги, которые… Ну, не пойду я на этот митинг. Специализированные. Я пойду на специализированные… Да, вопрос даже не специализированных, а я вообще, ты же знаешь, не очень такой ходок по митингам. Ну, это правда. Я вообще не очень, вообще в этом контексте. Ты шпроты любишь? Нет. А вот в России, вроде таких, как ты, решили отменить. Ты предлагаешь нам выйти с тобой за шпроты? За шпроты. Причём за латвийские и эстонские. Мне просто это всё напоминает какой-то, значит, кошмар и сущий шпрот. А их же запрещали уже, эти шпроты? Нет. Эстонские и латвийские не запрещали. А какие же запрещали? Есть какие другие, по-твоему, шпроты? Нет, сегодня я читала новостях, что запретили всю рыбу, но не, типа, продукты из рыбы, чего-то там в баночках. Ну, грубо говоря. Мне просто интересно, зачем это делать, зачем это происходит. Это просто, это что, это плево в ссорные и ссорные латвии? Мы обсуждаем с тобой какой-то абсолютно бессмысленный абсурд. Ты понимаешь, какие новости? Вот ты понимаешь, что в стране ничего не происходит? Единственное, что обсуждает Россельход за надзор, который запрещает шпроты, вот эту вот, он задает повестку такую. Нет, посмотри, на самом деле, ну, это тоже, как бы, такая довольно глупая история. Давайте будем обсуждать шпроты и потратим 30 минут на то, что кто-то, да, кто-то, так сказать, запретил какие-то шпроты, пожирая чёрную икру, как обычно делают в этом самом надзоре, или как он там называется, Тонищенковский комитет. В то время, как идут ожесточённые бои на юго-востоке Украины, да, например, в то время, как украинское правительство пытается как-то вытянуть страну из чудовищного кризиса, в которой она оказалась. Наш коллега Евгений Марков на Альбатспе довольно подробно говорил про назначение Михаила Николаевича Саакашвили одесским губернатором. Я, например, не разделяю её оптимизм по этому поводу, но тем не менее. Ну, почему? Объясни, вот давай про Саакашвили. Ну, вот смотри, я просто сразу попытаюсь как-то оппонировать Жене, да, она утверждает, то есть, её утверждения, они всегда безапелляционные, да, это нормально. Михаил Николаевич провёл, безусловно, говорит она, успешные реформы. С моей точки зрения, они, безусловно, неуспешные. Почему? Ну, потому что мы видим то, что сейчас есть в Грузии, ты можешь приехать в Грузию и понять, что реформы не просто пробуксовали, а они застряли в таком огромном снежном коме, который, может быть, из России туда, так сказать, свалился. Но, тем не менее, ничего, кроме, так сказать, потраченных огромного количества денег, видимо, взятых из западных кредитов на строительство города Батуми или каких-то там не очень понятных архитектурных сооружений вроде недостроенного какого-то конгресс-центра, который называется «Свадьба черепашек» или моста через реку Куру, который отбилисцы называют прокладкой «Олвейс», мы, в общем, не видим. На самом деле, все эти истории про то, что Мишуко победил коррупцию, Мишуко там создал честную полицию, это все, конечно, такие сказки для бедных, и просто их не надо транслировать. А Михаил Николаевич Саакашвили сейчас окажется в чудовищной ситуации, в которой он никогда в своей жизни не оказывался, потому что Одесса – это вам не Киев, не Львов, не Черновцы и не Полтава. Одесса – это самый криминальный, чудовищный город в Украине, где, как ты понимаешь, проходит основная контрабанда через Одесский порт. Мостом не отделаться. Ну, ты знаешь, не мостом, даже не… Максимум, чем Михаил Николаевич, мне кажется, в такой ситуации может отделаться, это мостами в зубах. Вот, потому что зубы-то ему, видимо, выбьют, если он попытается что-то там изменить. Но я уверен, что Михаил Николаевич ничего изменять не будет, не будет пытаться, а будет как в красивой вышиванке за 1300 гривен ходить по улице. Зачем Порошенко его взял в свою команду? Ну, смотри, Порошенко же, главная сейчас задача Петра Алексеевича Порошенко не то, чтобы какие-то там реформы сильные делать, а побороть двух зайцев. Зайчики, в общем, там непугливые и довольно жирненькие. Один из них премьер-министр Яценюк, а второй из них Игорь Валерьевич Коломойский. Вот, и безусловно, так сказать, человек, который возглавлял до этого Одесскую область, это был человек Коломойского, никаких других людей там, кроме людей Коломойского нет. И вот у него такой вот кадровый голод. С моей точки зрения, решение этого вопроса очень странное. Но, ну, как бы, все объективные обстоятельства есть. Надо было бороться с Беней. Вот он так борется с Беней. Или бы с Путиным взял и показал. Нет, наоборот, я тебе уверяю, что вот, я прекрасно себя представил, только назначили этого Саакашвили. Тут же звонил глава администрации Ложкин в Кремль, Володину, и говорит, слушай, а клево мы, да, его унизили, да? Он был фрезиком, да, мы его сейчас губером назначили. Продолжим с тобой после перерыва, это особое мнение Антона Красовского и Ильи Серябцевой. Реклама – это, это святое. Чтобы сосуды были здоровыми, важно поддерживать уровень холестерина в норме. Действие натурального комплекса омеганол направлено на нормализацию холестеринового баланса в организме и укрепление стенок сосудов. Ведь в его составе ценнейший омега-3 дальневосточных рыб и мощные антиоксиданты. Омеганол – крепкое здоровье сосудов. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Лёш, ну я всё-таки руководил избирательной кампанией, я видел этот подсчёт голосов, вот отмечу. Ничего я знаю, как голосовал Москва. Как голосала Москва тогда, ну как голосовал Новосибирский городок, я помню, хорошо, он голосовал за пропор. Он голосовал за пропор, я не помню, там цифру. Посмотрите там цифру, да, посмотрите, как они голосовали за коммунистов. Все по-старому и всё по-новому в дневном эфире «Эхо Москвы» по пятницам. В эту пятницу в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит писатель и журналист Дмитрий Быков. Ведущая передачи Марина Королёва. Особое мнение в пятницу после 19 часов. Телевизионные итоги недели в программе «Арины Бородиной» – программное обеспечение. И пусть услышит вся Россия. Эфир «Бородиной». В пятницу в 21 час и в 8 утра в субботу. Сразу после новостей. В магазин? В магазин. Список пиши давай. Значит, хлеба купи. Хлеба. Колбаса. Бутылку одну обязательно. Вот вы килограмм. Орех. Орехов сколько? Один. Куда больше? В ночь. С пятницы на субботу. Три часа. Один орех. Больше не надо. И мясо купи. Эхо Москвы. Эхо родилось в другой стране, которой уже нет, в Советском Союзе. Ее нет, а мы есть. И мы решили рассказать вам, тем, которые не знают, что было 25 лет назад, о том, как мы шли вместе с миром и страной, как мы менялись, как менялась страна. Мы начали работу совершенно не понимая, когда она закончится, да и закончится ли она когда-нибудь. Мы встречались с президентами и с лидерами оппозиции, с бунтарями и конформистами, с великими писателями. Мы их будем вам показывать в интернете. Создан лонгрид. И каждый год из этих 25 лет вы будете знать, что было в мире, что было в стране, что было у нас на их. Радио Эхо Москвы. Да. В этом году радиостанции Эхо Москвы 25 лет. Главные события, главные новости, новые персоны и ощущения эховцев за все 25 лет. А? Да там мы же знаем все на раках. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. Напоминаю, что у меня в гостях журналист Антон Красовский. Перейдем к душесчипательной теме. Появилась информация, что венгерская рок-группа Омега выстроит концерт в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Интересно нам с тобой не это. Мне интересно, почему, собственно, этот концерт не оскорбляет чувств верующих. А, например, фотография Ксении Собчак в рясе, которую она опубликовала в Инстаграме, оскорбляет. Вот ты можешь объяснить? Начнем с того, что, во-первых, мы с тобой не знаем песни, которые поет рок-группа Омега. Слава Богу. Да, и слава Богу, но мы точно знаем, что в зале церковных соборов выступало много других хороших людей, как Лариса Черникова и до Ирины Аллегровой. То есть уже неудивительно? Нет, конечно, и нет. Я, как участник событий, и всем это будет понятно, в понедельник после публикации материала на сайте СНОП, являюсь не просто участником этих событий, а соучастником. Ты про концерт или про фотографию ряси? Одеваются в каждое воскресенье, поскольку не могут по бедности менять облачение. Но, друзья мои, это все на самом деле, конечно, никакое не церковное облачение праздника, а вполне себе карнавальные костюмы, о чем у СНОБы и у нас, Ксения Анатольевна, есть чеки. Это карнавальные костюмы, взятые в прокат, в бюро проката карнавальных костюмов. Вот таким образом люди, например, наряжаются на Холовин, и никто не запрещает им фотографироваться в Инстаграме. Никого это не возбуждает, ничьи, как это называется, чувства, не унижает и так далее. Мне кажется, что вообще все это превратилось уже в какой-то совершенно патологический идиотизм, все эти попытки найти оскорбление в чем угодно. И уж, так сказать, Ксении Собчак с накладной бородой. Вот это смешно. Ксения Собчак с накладной бородой оскорбила чувство 5 миллионов верующих, например. Мне кажется, это какой-то... Если ваше чувство так просто оскорбить, то, может быть, имеет смысл поменять веру. Если ваша вера так не крепка. Вот так, мне кажется. Почему? Объясни, что значит вера не крепка, если вы обижаетесь на бородой? Если человек обижается, если человек точно знает, что Иисус Христос есть Господь или там Святая Троица, то он точно не обидится на Ксению Анатольевну Собчак в накладной бородой, потому что это не является предметом обиды. Вот есть Бог великий, а есть Ксения Собчак, как и ничтожный Антон Красовский, да? В рясе монашенки, вот я хочу вам сказать. Да? Буду я, да. Почему не от этого фотографии? Потому что я не выкладываю всё заранее в свой инстаграмчик, как это делает Ксения Анатольевна Собчак. Это какой-то проект, да? Ну, это наш проект на СНОБе, да, как Красовский Собчак, Собчак Красовский. Вот, но ежели ты всё время сомневаешься, ежели ты на самом деле не верующий, а какой-нибудь фарисей, да, так сказать, бесконечно пытающийся соблюдать огромное количество условностей, непонятно для чего, ну, тогда тебя может, я не знаю, клетчатые трусы оскорбить, потому что... Клетчатые рубашки, да? Клетчатые рубашки, всё что угодно. Я, да. А тебя и при чём это не оскорбляет? Мне просто хочется понять, что верующие от верующих отличаются тогда. Нет, ну, просто есть люди по-разному верующие, есть люди какие-то там, верующие с моей точки зрения в добро и любовь, то есть ровно в то, ради чего сюда приходил и ради... из-за ради чего здесь умер Христос. А есть люди, которые веруют в пульманы, в майбухи, в бабло, в церковное облачение, праздник, в эти кресты, в эти поповские миллионы. Вот есть люди, которые верят в это, да Господь с вами, верьте, но не мешайте нормальным людям жить нормальной жизнью. А если нормальные люди оскорбляют тех, кто верит в эти майбухи, риасы... Мне кажется, что всё-таки люди, которые верят в майбухи и риасы, оскорбляют нормальных людей. Ты понимаешь, что большинство... Нет, я понимаю, что большинство людей вообще к этому дискурсу не имеет никакого отношения. Большинство людей точно знает, точно может определить. Вот, ты знаешь, народ сер, но мудр. Народ точно знает, где добро, а где зло. Народ точно знает, где жулик, а где честный человек. Народ точно знает, где святой, а где поп на Мерседесе. Вот это народ знает точно. У народа нет никаких по этому поводу сомнений. Именно поэтому всего лишь полтора процента населения Российской Федерации, кажется, полтора процента, в лучшем случае, на великие праздники посещают православные цены. Это были опросы, да, совсем недавно. Полтора процента. При том, что в Америке и в Пиндосе, и вот в этой Гейропе, да, по 40 процентов, там, по 60 процентов приходят только на воскресные службы. На воскресные, не то, что там на Пасху или на Рождество, а просто тупо на воскресную службу в каком-нибудь Джордж Тауне. Тебе не кажется, что это разные вещи? Одно дело, когда люди говорят, что они ходят по праздникам в церковь, а другое дело, когда считают себя верующими. Верующих у нас больше, да, православных больше. Нет, конечно, нет, потому что церковь – это некий институт, который объединяет людей, движимых любовью к Богу. Да, назовём, пусть это будет Бог Христос, пусть это будет, я не знаю, Будда, пусть это будет Магомед, как угодно. Но русская православная церковь во многом сделала, в нынешнем её, так сказать, изводе, сделала много для того, чтобы люди не чувствовали этой общности, этой общности любви, этой общности надежды и этой общности веры. Понимаешь, они, в общем, так сказать, ходят в церковь, зачастую выполняя какие-то шаманские обряды. То есть для них вот это важно. Может, они просто не всегда понимают даже, что они делают. Ну, я не знаю, мы не понимаем. Вот приходят там люди, отдают своего младенца, так сказать, на крестины, да, ни один из них не понимает, что на этих крестинах надо делать, ни один из них не понимает, зачем говорить «отрекаюсь», ни один из них не может прочитать символ веры, потому что он вообще не знает, что такое символ веры. А делать-то что с этим? Да ничего не делать, это вообще не моя проблема. Это проблема русской православной церкви. Если русская православная церковь действительно захочет с этим что-то делать, если русская православная церковь действительно поставит перед собой цель объединить русский народ вокруг веры во Христа, она это сделает, как это сделала сербская православная церковь, как это делает, на самом деле, грузинская православная церковь при всех минусах, там, так сказать, людей, которые возглавляют её. Но эта общность, она там очевидна, а вот здесь её нет. Она нужна в нашей стране? Конечно, нужна. Ну, конечно, нужна. А на что она повлияет? Объясни мне, вот что изменится? Неожиданно, через пять лет у нас начинается общность. Лесь, когда люди объединяются вокруг добра, а вера во Христа, с моей точки зрения, абсолютное добро, потому что это вера в любовь. А РПЦ? Подожди, РПЦ, это разве добро? Нет, нет, секунду. Ты меня спрашиваешь, зачем это надо? Я тебе объясню, зачем это надо. Затем, что объединение людей вокруг добра, как бы это добро ни называлось. Хорошо. Другое дело, что я считаю, что объединение людей вокруг Русской Православной Церкви Московского Патриархата сейчас не является объединением людей вокруг очевидного добра. При этом Христос к этому не имеет никакого отношения, и любой человек, который хочет прийти ко Христу, в том числе через Русскую Православную Церковь Московского Патриархата, может это сделать. Но для него это будет сделать гораздо сложнее, чем если бы русской православной церкви московского патриархата не было, потому что верить в Христа в РПЦ МП, это очень сложно. Очень дурацкий вопрос. Ты говоришь о том, что если РПЦ подставит перед собой цель сделать общность, а потом ты говоришь, что РПЦ не добро совсем. Это у меня диссонанс. Я же тебе сказал, если будет такая задача. Сейчас такой задачи нет. Конечно, должны прийти новые люди, должны прийти новые иерархии. Другое дело, что их нет, их негде взять. А прекрасно по этому поводу говорит протодиакон Кураев. То есть вообще вся жизнь последних лет отца Андрея и все тексты отца Андрея, они связаны именно с этим, с поиском какого-то добра и смысла в русской православной церкви. Поиска выхода и поиска пути к свету. Вот в этой действительно чудовищной, бюрократической, очень советской системе. Я об этом говорю не просто потому, что я верующий человек, но в то же время я не могу об этом говорить подробно, поскольку за это не страдаю. То есть я скажу, да идите вы и уеду, знаете, к своим, там сказать, попам в Черногорию и буду прекрасно с ними в единении души с ними находиться в совершенно другом, действительно, поверьте, совершенно другом православном мире, который не имеет никакого отношения на самом деле к тому, что сейчас происходит в РПЦМП. То есть это мир, в котором, помните, там патриарх Павел сербский говорил, что он будет ездить в автобусе, пока у последнего его самого бедного прихожанина не будет своей машины. А ничего, что либеральная общественность требует светского государства? А ты говоришь, что либеральная общественность не требует светского государства. А что она требует? Конституция есть светское государство. Россия – это светское государство, где церковь отделена от государства. Я ничего не хочу сделать. Я хочу, чтобы РПЦ вела своих прихожан к Богу, а не к Мерседесам. Я хочу, чтобы РПЦ вела своих прихожан к добру, а не к судам над людьми, которые рядятся в клоунские наряды. Ставила лайки РПЦ в Инстаграме под Ксении Собчаковой. Ну, и русская православная церковь ставит лайки в инстаграме, у них есть собственный инстаграм «Батюшка», вы можете, или «Батюшки онлайн», вы можете его посмотреть, там замечательные, есть люди, они там фотографируют каких-то артистов народных очень смешанных, ну, там, посмотрите. Я вот сейчас «Коуп» опубликовал, просто 30 секунд, мы закроем тогда эту тему, опубликовал «Коуп» на такой 5-секундный, где патриарх просто это вырвано из контекста, говорит, надо радоваться, веселиться и что-то такое, да, тут же через 30 секунд мне пишет председатель отдела каких-то там связей, Владимир Легойда, пишет, неужели вы считаете, что это смешным? Да, дорогой Володя, я считаю это, во-первых, смешным, но еще смешнее, я считаю, что вы на это реагируете таким образом. Особое мнение Антона Красовского, вернемся после небольшого перерыва. Неожиданный поворот. Что это было? Ну, вылезли на 16 секунд. Америка переключается. Значит, Прохорова я нашел 15,6 в советском районе. До него. Можно звук? Единая Россия. Секундочку, одну секунду. До него, 11-й год, декабрьский выбор, советский район. Ну, при чем этот 11-й год-то? Мы же говорим сейчас. В Академ-городках побеждают левые. Давайте я так скажу. 11-й год, Государственная Дума, советский район, Академ-городок, Единая Россия, 22, коммунисты, 39. 11-й год, 22 и 39 левые. 14-й год, выборы мэра. Значит, Единая Россия, 39. А коммунист, 43, стал мэром в советском районе, в Академ-городке. 36 участков из 54 левые. И у Прохора, 16, я сейчас пойду посмотрю результаты. Но это не потому, что они левые, а потому, что они против Единой России. Нет, не потому, что... Просто ученые... Посмотрите МГУ, где сидят общежития МГУ, вы увидите, голосуют за КПРФ. Но мы-то занимались выборами мэра, мы помним, там Мельников набирал больше 10. Поэтому это есть некая история очень интересная. А Навальный сколько там набирал? Вот вы говорите, Мельников там набирал больше 10. А сколько там, сколько по Юго-Западу набирал Навальный вот на этих выборах мэра? Посмотрите. Ну вот посмотрите, нет. Вот Алексей Алексеевич, вы говорите, вы не знаете, вы же обвиняете, вы пришли, так сказать, против Навального сейчас в данном случае. Я причем говорю, что академия, ученые... Нет, голосуют за коммунистов. При этом вы говорите, вот Мельников. Да, ну он... Нет, вы смотрите, вы можете посмотреть... С таким же успехом вы можете представить сейчас 93-й год, когда они голосовали не за коммунистов, понимаете? Хорошо, я вам говорю, а сейчас 15-й год. Но это были выборы мэра в Новосибирск, да. Потому что, ну правильно, потому что это нормальные люди, которые голосовали против единороссовского мудака, а не за коммунистов. Какого кандидата вы знаете? Нет, я точно понимаю, что был выбор между ядром и кем-то, кто мог пройти. Сейчас увидим, пожалуйста, я посмотрю. Ну поэтому он и прыгает. Детский сад, школа, фитнес-клуб. Сделай свою жизнь комфортной. Телефон 8 925 822 22 21. Подробности на сайте landhouse.su. Здравствуйте, я Юлия Манделблат, руководитель института онкологии МС. Мы оказываем весь комплекс помощи онкологическим больным, включая поддиагностику и лучевую терапию. По современным американским и европейским протоколам. Особое внимание мы будем обезболиванию и проводим лечение... Ну так, коротко можно софет. У нас 13 минут, там типа софет, крамурза и можно Олимпиаду закончить. Олимпиады... По литературе там, где против вопросов о произведениях писателей-мигрантов. А я вот про это ничего не знаю. Есть такая тема, да? Представляешь, ну провели Всероссийскую Олимпиаду по литературе, и там были вопросы из произведения Бродского, Набокова, Доблатова и Остафьева. Потом начала ходить такая справочка о том, что нужно исключить... Нужно исключить, да, нужно исключить из Олимпиады... Бродского... Да, Бродского, Доблатова, Набокова и Остафьева. А потому что в тексте для Олимпиады обильно приведены сцены жестокости, образ России освещен односторонне, откровенно предвзятым. А нужно топить за рульсто, даже в Олимпиаде. Ну, правильно, конечно. И создать списки, да? Разрешенных и запрещенных. Не очень понятно, какая разница, откуда писать. Мастер Шендорович просто так говорит, какая разница, откуда писать. А что он имеет в виду? Ну что, сидел бы Набоков весь день бы писал, или там бы писал. Дитература не так определяется, не местом написания. Ну что, Дорожь, безусловно, прав. Сейчас, дай мне сконцентрироваться. Для меня такая, как бы, собственно... Это все бессмысленная, какая-то хуйня какая-то. Это все какая-то ерунда. Давай выборы делать. Создадим свою партию с тобой. Пойдем на выборы. Нет, я не хочу на выборы. На выборы хочет Алексей Анатольевич Наварин. Я с ним не пойду. Это программа «Особое мнение». С вами Леся Рябцева. И напомню, что у меня в гостях журналист Антон Красовский. Мне кажется, у тебя есть инсайт. У меня нет инсайда. Ну, я сейчас объясню нашим слушателям, о чем я. Валентина Матвиенко сообщила о том, что у Совета Федерации, возможно, будет неочередное собрание, это называется. Как ты думаешь, почему? Не собрание. Просто сенаторов попросили остаться в Москве. Вообще быть в доступности, потому что может быть некое внеочередное заседание Совета Федерации. Чтобы что? Потому что будут переноситься выборы в Государственную Думу, они будут переноситься на сентябрь 2016 года. И, собственно говоря, решение будет по этому поводу. Я не знаю, каким образом оно будет легитимировано. Я не знаю, как конкретно будет придумана процедура. Но знатоки говорят, что это будет какой-то очень интересный уход. Это я к тому говорю, что, друзья мои, это точно не Украина, как все думали вчера. Никто не собирается присоединять Донбасс, Осетию, Абхазию, Северную Корею. Не собирается расторгать какие-то международные соглашения. А это всего лишь связано с тем, что Владимиру Вольфовичу Жириновскому надо избраться в очередной раз в Государственную Думу. И Геннадию Андреевичу Зюганову, за которого, как утверждают многие люди, голосуют Академградки. А многие люди говорят, конечно, так. Как ты думаешь, вообще смысл-то в этих выборах еще есть для оппозиции? Нет, конечно, никакого смысла. Потому что еще есть какой-то смысл. Во-первых, у оппозиции давно уже нет смысла... Ты в чем коалицию тогда создать? Я не могу тебе ответить на этот вопрос. Я каждый день себе задаю этот вопрос. Зачем вот эта коалиция, эти странные люди? Я пытаюсь... Человек-лицо. Я пытаюсь... Ну, ты вот не надо, человек, идеи там нет в этой коалиции. Но я, как Штирлис, рассматривая фотографии разных людей, которые могли бы объединиться друг с другом, разъединиться друг с другом, я, в общем, не очень понимаю, зачем, а, они объединяются, б, зачем они рассказывают об этом всем остальным. Совершенно не понимаю принципы этого объединения, хотя бы потому, что совершенно точно понятно, что ни один из них не окажется ни в Государственной Думе, ни в Законодательном Собрании какого-нибудь субъекта Федерации. Ну, на реалити-шоу уже похоже, тебе не кажется? Мне не кажется, потому что и для реалити-шоу это мелковато. Понимаешь, на реалити-шоу, я тебе честно скажу, на реалити-шоу, похоже, вот твоя ли есть жизнь. Это отдельно. Ежедневная твоя жизнь похожа на реалити-шоу. Я рад, что ты за мной следишь. Ну, как и все, так сказать, на самом деле, те люди, которые должны были бы следить за объединением оппозиции. За Украину, я тоже, знаешь, в том числе и за Украину. Но твоя жизнь гораздо интереснее, чем жизнь Алексея Навального, вернее так, объединение Алексея Навального и Андрея Ларионова. Вот при всем при том, что, например, к Андрею Ларионову я очень трогательно и нежно отношусь. Есть другая тема, за которой тоже очень следим. Следим. Это Владимир Курмурза-младший вышел из комы, да, а Владимир Курмурза-старший сказал, что ему кажется, что его сына могли отравить. Мы с тобой можем только гадать, но мне все-таки интересно, ты веришь в этот заговор? Я не верю в заговор, я могу сопоставить факты. Давай. Володя Курмурза, которому я желаю здоровья и поскорее выкарабкаться и выкарабкаться с минимальными потерями, а если можно вообще без потерь из-за того, что произошло, оказался в больнице, как ты помнишь, через два дня после того, как «Открытая Россия», где он работает одним из основных ключевых людей, опубликовал и фильм о Рамзане Кадырове. Семья. И, честно говоря, для меня нету, ну, то есть, я вот все, что я могу сопоставить. Это на паранойю похоже, ты понимаешь, что когда считают два разных факта, они связаны между собой. Почему это, извини, пожалуйста, а почему это похоже на паранойю, если они выкладывают этот фильм, а этим же вечером Рамзан Кадыров выкладывает там в своем инстаграме вот этот вот, так сказать, какой-то ролик, где он там с какими-то пистолетами в каком-то якобы боевике, да, и так далее. Мне кажется, что все-таки, ну, какие-то совпадения и совпадения, особенно после убийства Бориса Ефимовича Немцова, должны быть, ну, все-таки надо следить за совпадениями. Что, теория заговора, что ли? Это не заговор. А что это? Это не заговор. Я просто считаю, что есть реакции, которые неадекватны. Но ты понимаешь, что... В общем, я, короче, я к чему это говорю? Если Владимир Карамурза-старший утверждает, что его сына отравили, у меня нет никаких сомнений, вернее так, никаких оснований сомневаться... Ты ему веришь? Никаких оснований сомневаться, в основаниях, опять же, Владимира Карамурзы-старшего. Получается, это общий тренд, да, что способы борьбы с оппозицией, они просто перевернулись вообще в другую категорию системы. Я считаю, что способы борьбы вообще вернулись к тем самым способам, которые были в 90-е годы. Вообще всё возвращается в 90-е годы. Вот если люди моего поколения, люди, которые были молоды в 93-м, которым было по 18, по 19, по 20 лет, которые пытались вести бизнес, вообще что-то делать здесь в России, здесь в Москве, они, в общем, видят огромное количество аналогий тому, что происходит сейчас. И убийства, и национальные северокавказские группировки, и просто денег стало там в порядке, в разы больше, да, и, так сказать, публичность изменилась. Но, в принципе, 90-е, от которых так резво мы якобы избавились, вернулись прям по полу. Ну и что делать-то? Бояться? Уезжать? Кому-то бояться. А что уезжать? Вот, ты знаешь, если там люди говорят, что сейчас, так сказать, северокавказские, дагестанские, чеченские группировки полностью контролируют, например, всю организованную преступность на Лазурном берегу, например. То есть они повсюду? Да. И ты не собираешься уезжать? Ну, а что, какая разница? Если кому-то захочется тебя убить здесь, они тебя убьют здесь. Если кому-то захочется тебя убить в Берлине, тебя убьют в Берлине. Если кому-то захочется убить тебя в Лондоне, это произойдет в Лондоне. Меня знаешь, что еще поразило? Когда появилась первая информация о том, что кроме Розу Младшего могли отравить, что все легко это подхватили. Все настолько в это уже верят. А во что люди должны верить? Что человек чуть не умер от йогурта, что ли? Как там Егор Холмогоров с палочкой, так сказать, начал говорить. Не знаю. А от чего? Может быть, как говорил Life News. Прости, Господи, что я вот цитирую о том, что он пил какие-то лекарства там и потом запивал он с алкоголем. Лей, ты когда-нибудь пила лекарства? Но если ты пьешь антидепрессант и запиваешь их алкоголем, ты можешь, как Элизабет Тейлор, прожить приблизительно 75 лет. Вот так вот замечательно. Ну, к Морозу на Тейлор не очень похожи. Именно, потому что когда человек попьет, там, так сказать, две недели одну таблетку антидепрессантов и выпивает при этом 200 грамм вискаря, то не происходит приблизительно ничего. Абсолютно ничего. Человек продолжает жить, только его эмоциональный фон немножко снижается, и жизнь его приобретает какие-то 50 оттенков серого. Я несколько про другое говорю. Ничего не будет, не будет, не надо врать про антидепрессанты и про йогурты. Я не вру про это, я хочу сказать тебе. Я это говорю, вот так сказать, в эфир просто. Это не антидепрессанты, да, и не йогурты. Окей, я тебе представим, что я тебе поверила, но я не об этом. Не мне, я опять же, я тоже верю просто Крамурзе. Окей, старшему причем, младшему, слава богу, начал разговаривать. Я не об этом, я о том, что все легко это подхватили. Уровень агрессии и, с одной стороны, и, с другой стороны, уровень запуганности в обществе, понимаешь? Я бы не только, конечно, уровень, уровень плохих ожиданий. На самом деле, я вот это об этом говорю. Блин, что же делать? Ничего не делал, слушайте, давайте, с другой стороны, можно просто понять, а кто виноват в том, что мы ждем только плохого. Антон, слушайте, но когда тебе каждый день показывают байкера-хирурга в обнимку с Рамзаном Кадыровым, да, так сказать, на всех федеральных каналах, и, так сказать, рассказывают о том, что вот они наши российские герои, да, когда тебе каждый день показывают 40-минутные сюжеты в новостях про укропов, фашистов и убийц, конечно, у тебя не может быть никаких других ожиданий. Просто у тебя все время будут вот эти ожидания бесконечного зла. То есть, у меня, конечно, все время ожидания, что меня могут грохнуть в подъезде, да, но они у меня в этой стране, вот, так сказать, два с половиной года уже. Я каждый день думаю, что вот я сейчас выйду, и меня грохнут. А живется-то как с этим? Ну, не очень хорошо, но я уже просто привык, я понимаю, что огромное количество людей к этому, так сказать, привыкает, огромное количество людей не привыкает и уезжает из России, ничего хорошего в этих отъездах нет. Вот, кстати, про отъезды из России. Есть еще одна цепочка помешательства. Организаторы Всероссийской Олимпиады по литературе среди школьников сегодня пожаловались, потому что в тексте теста были вопросы из произведений писателей-мигрантов, точнее, про произведения Бродского, Набокова, Довлатова, Остафьева. Люди, которым не понравился, прости господи, всего лишь Олимпиада по литературе, своими вопросами говорят, что там приведены сцены жестокости, а также образ России освещен односторонне, откровенно предвзяты. Как тебе кажется, это вообще адекватно? Ну, я, честно, я как-то уже не хочу комментировать, так сказать, весь этот, так сказать, идеологический идиотизм, да, поскольку, ну, как бы... А он нас с тобой окружает, его нельзя не комментировать. Понятно, слушай, есть действительно вещи, которые, правда, действительно, по-настоящему, еще раз говорю, интересны и даже очень важны для нас. А то, что, так сказать, какие-то кретины, которые, безусловно, сейчас возглавляют российское образование и культуру, попытались запретить на школьной олимпиаде Бродского, Бунина и еще там кого. А конечно не запретили. Ну, хотел бы им напомнить, что вообще, так сказать, лучшие произведения Николая Васильевича Гоголя, они тоже написаны не в России, и там тоже, знаете, Русь предстает не такой романтичной птицей-тройкой. Может быть, они нам еще и Николая Васильевича Гоголя запретят, а вот, например, Николая Островского нам, так сказать, вернут. Что они нам еще там могут вернуть, эти люди? Александра Андреевича Проханова они наверняка могут вернуть. То есть, может, еще какие-нибудь там записки министра Мединского, он там написал огромное количество книг, он там больше Ленина, по-моему, в своей жизни написал, как писатель Бабарыкин был такой в 19 веке, 90 томов какой-то ерунды написал, вот так же и этот тоже. Ну вот, может быть, они вот это будут преподавать. Ну, тут уже как-то... Ну, объясни, почему? Они хотят убрать все прозападническое, они боятся свободной мысли, я не знаю. Поверьте, поверьте, вот, Лесь, я имею право сказать то, что я сейчас скажу, любое извращение затягивает. И что? Вот то, что происходит сейчас в России с идеалом, вообще просто тут, в России точка. Это извращение, и оно, так сказать, его острота с каждым днем этих ощущений извращения, она не должна притупляться. Понимаешь, поэтому будет хуже, хуже, хуже то, что называется больше ада. Сегодня они вам запретят Бродского, а завтра они вам, так сказать... Мем, ты должен создать мем, придумай, быстро. Хотел сказать, расстрелять Малобродского, но я потом... Был такой директор театра, но потом подумал, что они завтра возьмут и расстреляют действительно Малобродского. Не дай бог. Ну, не дай бог, да. Зато ты будешь виноват. Подожди, вот в итоге, да, у нас есть там полтора минуты оскорблении чувств верующих, какие-то шизофренические идеи, там, переносу всего и вся, и выбора в том числе. Истории с Олимпиадой по литературе. Вот в сумме тебе не страшно, и как мы уже поняли. Нет, мне страшно. Просто я, так сказать, умею, я сжился со своим страхом. Нужно перетерпеть? Я не знаю, нужно перетерпеть, не нужно перетерпеть. Вот Бродский, кстати, о котором мы вспомнили в своей Нобелевской речи, замечательно писал, что он, в общем-то, не готов был пожертвовать, вообще считал глупым жертвовать своей жизнью ради, так сказать, России, поэтому он уехал, да, потому что жить в плохой демократии ему казалось лучше, чем на родине в чудовищной диктатуре. А ты? Ты жертвуешь? Я, к сожалению, не Иосиф Бродский, я не гений, я обычная серая вожь, понимаешь? Так сказать, мое мнение интересно здесь, а мне как вшище славный. Тебе знаешь, ты не уезжаешь только по твоим словам, выходит, но уезжаешь только потому, что тебя за рубежом не знают. Знали бы там, ты бы уехал. Ну, ты знаешь, если, я честно, почему здесь деньги? Вопрос не в деньгах, а не ради денег, и даже не ради славы, а в том, что здесь есть привычное, так сказать, место для выживания, а там непривычное место для выживания. Людям в твоем лист возрасте в непривычном месте для выживания проще, чем людям в моем возрасте уже. На пенсию ты не уходи, еще рановато. Ну, я на пенсию не ухожу, более-то мне ее здесь не оформят, я еще думаю, что я доживу до того, что в пенсии, так сказать, во-первых, будет пенсионный возраст, 70 лет, а во-вторых, еще и платить не будут. Будем с тобой надеяться на это, и я надеюсь... Что, что ее мнение никогда не заплатят, да, безусловно. Это программа «Особое мнение», Антон Красовский, Илья Сирябцева, спасибо огромное, до свидания. Пока. А, давай. Спасибо тебе. Сейчас будет... Сука, коммунисты, 18 процентов, Академгород Кев, 94...